Все персонажи, организации и события, появляющиеся в этом сериале, вымышленны и созданы только для художественных и развлекательных целей. Любое сходство с реальными людьми является чисто случайным. Хельсинки. Меня зовут... Это Иваск. Это моя исповедь. И мое признание. Мне осталось жить недолго. Я очень болен. Но я врач. И ученый. Что я делал другим? Я пробовал и на себе. Да. Прошу прощения, хотя, правда, и не видит. Как глупо бы это ни звучало. А сейчас будет говорить туулике Леппингсона. Она была похищена из Кертла и перевезена в Хельсинки. Она почти слепая. Это моя вина. Это допинг на генетическом уровне. Что-то пошло не так. Это длинная история. Я должен начать с самого начала. Вот ее голос. Давайте позволим ей говорить. Сюрприз? Это только я. Прости. Я не буду говорить свое имя, но я думаю, вы знаете, кто говорит. Так. Ты транслируешь самого себя. Это для Ютьюб? Запомни. Хорошее и чистое самоубийство. Ничего лишнего. Привет, дорогая. Да, папа скоро будет дома. Всего полчаса. Есть еще одна вещь, которую я должен сделать. Вы меня видите? Думаю, да. Где я? Доктор Иваск послал меня. Не бойтесь. Я отвезу тебя домой. Я из Интерпола. Субтитры сделал DimaTorzok Альпийский дом. Четвертая серия. Кровь ангела. Эхо так легко влюбляется. Так неправильно. Но я доверяю ей. Всегда доверяла. Она такая наивная. Хотя она нашла такие синие красивые глаза. Верно? Я полагаю. На самом деле они серые. Я могу тебе помочь. Меня отвезут в Лихтенштейн послезавтра. Я никогда не вернусь. Никогда больше. Все это было так четко организовано. Что делала Иваска, а что Эхо, а что видела Эхо, а что нет. Спорт стал чище, ага, твою мать. Шприцы стали чище, это да. Иваска стала умнее. Иваск говорил мне четко, что и как я должна делать. Делать себе укол в желудок. Три дня подряд и пять дней спустя никаких следов. Что он делал с генами, позволяло всем следам допинга исчезнуть. Я не хотела знать ничего лишнего. Мы победили, мы были знамениты. Для нас этого было достаточно. А потом что случилось? Что со мной случилось? Это был Марко, итальянский теннисист. Мы снимаем ту рекламу. После химического вмешательства противозачаточные не подействовали. Поэтому ты дистанцировалась от всего. У меня волосы начали выпадать. Кровь и другие тесты были чистыми. Но я чувствую, что каждую минуту во мне что-то меняется. Но твои пробы были чистыми во время Олимпийских игр? Нам обещали, что все наши пробы будут чистыми. И они не смогут ничего изменить. Когда пробы оказались положительными, Иваск обещал договориться. Чтобы помочь нам, только мы должны были лгать до конца. Браткий мужик. И он тебе не помог? Он только ныл, что не надо волноваться, что он поедет за границу, позаботится обо всех судебных делах. А потом он исчез и больше не звонил. Он в Финляндии. Ты не единственный, чьи гену он изменил. Тогда помоги им, Господь. Господь. На небе. А я здесь. А что, если я больше не человек, а мутант? Он применял по очереди эритропоэтин и гормоны. Я не уверена, но что-то пошло не так. И врачи говорят, что это из-за него. Это мальчик, вы знаете. Из-за него мне нужно быть в этом альпийском доме. Здесь, в разреженном воздухе. Ему нужен такой воздух. Он нужен его генам, потому что меня изменили. Это все, что мы делали на тренировках. Сидели в альпийском доме. Нам приходилось жить и восстанавливаться на большой высоте, но тренироваться внизу. Анджелы, должно быть какое-то лечение в этом случае. О, да, есть. Когда он родится, ему придется привыкать к обычному воздуху постепенно. Мы оба должны будем привыкнуть к этому. Доктор здесь. Давайте, заканчивайте. Я понимаю, что не имею права просить вас сделать что-либо. Но вы все равно спрашиваете. Да. Кто-то должен остановить это. Мне нужны свидетели, нужны доказательства. Нет. Кто это? Еще один пациент, Иваска. Тулики. Тулики. В ней что-то такое ценное, поэтому они похитили ее. Они? Кто они? Они? Кто они? Иваска предупредил меня, чтобы не переломать кости. Анджела. Это девушка в опасности. Если вы сбежите, тогда... Хватит. Выходите. Подожди. Это не игра. Это борьба за жизнь и смерть. Женщина, снявшая на телефон похищения Тулики, была убита. Если вы сбежите, они будут продолжать убивать. Белить кровь. Кровь. Сегодня наш источник из допингового агентства поведал о том, что наша супер-стар Анджела... Что? Они собираются взять у нее новый анализ крови. Говорят, у них есть приказ. Непонятно. Мне тоже было любопытно, зачем и почему. Они ничего не найдут. Допинг покинул здание давным-давно. Они не найдут никаких гормонов и стероидов. Ходят слухи, что там какие-то проблемы с пробой Анджелы. Ты должна каким-то образом перекрыть эти слухи. Почему? Слухи — это нехорошо. Нам только удалось все это заметить. И вот они снова приходят с новыми пробами. Пойми меня правильно. Я ничего не могу с этим сделать. Это независимое агентство, наш хороший партнер. Твой хороший партнер у тебя в штанах. Нет независимых агентств. Точно не в моей стране. Мы не должны позволять им сеять панику беспрепятственно. Я не позволю им выкопать очередной компромат. Хватит, не разговаривай со мной так. Я член правительства. Эта работа не вечная. Что ты пытаешься сказать? Ты должна помешать Триину взять эти пробы. Пусть ваш Мартин занимается этим. Я не буду играть в такие игры. А ты лучше подумай, прежде чем скажешь что-нибудь еще. Подобные игры сделали тебя министром. Сожалею, но нам нужно ехать. Мой новый советник. Здравствуйте. О, дерьмо. Принц тьмы. Ты правда хочешь потопить свое министерство? Ты знаешь, что родители этого парня были моими родственниками? Он очень сообразительный мальчик. До свидания. Если у тебя будут вопросы, назначь встречу через него. До свидания. Черт, тебя не остановить. Ты жаждешь быть рядышком с властью, даже если это министерство спорта. До свидания. Ебаный сумасшедший. Это было не дипломатично. Ты не посылал ни депутат пока, так что не ворчи тут. Все плохо. Все плохо или дерьмово? Я не знаю, где она нашла эту тупицу. Его механизм заклинило. И о чем? Его жесткий диск работает в режиме гибернации. Даже мои носки думают быстрее. Ну? Не скажи мне, как все дерьмово. Больница Тапа. Я найду самых лучших врачей. Пусть и не лечат его за границей. Я знаю одного врача мирового класса в Зальцбурге. Они даже не могут поставить им диагноз. Не могут сказать, что именно с ним не так. Он снова будет здоров. Обещаю. Если ты не возражаешь, я скажу матери, что у нее есть внук. Если ты не против. Так я скажу ей. У него скоро день рождения. Он получит бабушку в подарок на день рождения. Я не видел мать 16 лет. Я не уверен, знаю ли я, как. После того, что произошло с твоим братом? Да. Мы ехали домой со свадьбы. Он выпил несколько рюмок водки. Он был хорошим водителем. Я не любил. Я терпеть не мог, как он командовал всеми вокруг. Как будто в армии. Он был солдатом. Недавно заслужил свои погоны. Он был учителем трудов, как и все офицеры в то время. Я не мог вынести, что мать так любила его. Там через дорогу убежал лось. Он нажал на тормоза, и я не знаю точно, что произошло. Был глухой удар. Как будто наступил конец мира. Моего брата и ветка торчало из глаза. Боже мой, Мартин. Он был жив. Много крови. Мать попросила меня сказать полиции, что это я их взорваю. Ты сказал? В противном случае он отправился бы в тюрьму. Или, по крайней мере, его военная карьера закончилась бы. Это было самым главным для матери. Я сказал им, что это я. Брата увезли в больницу. В тот же вечер отчим пришел утром, чтобы поблагодарить меня. Я ударил его по зубам. И потом ты уехал? После похорон. Я больше не смог там оставаться. Не на секунду. Когда он и моя мать. Но почему ты не рассказал мне ничего об этом? Я надеялся, что я забуду все за границей. Что время вылечит все раны. Как говорят. Но время не лечит. А только открывает раны еще больше. Могу я поговорить с терапевтом? Как кто? Как отец мальчика. Ну хорошо, я спрошу. Возможно, не мне судить. Но он не единственный случай. Я слышала, что были аналогичные случаи. Молодые, сильные парни. И все в больницах. Даже родственник госпожи президента. Могу я поговорить с терапевтом? Пожалуйста, спросите. Я заберу его на лечение за границу. Я заплачу за все как можно быстрее. Не отвечает. Ладно, я пойду и проверю. Да, конечно, за границу. А как насчет других детей? Кто их возьмет за границу? Я отправлю охранника. Он будет приглядывать за мальчиком. Боже мой, почему? В Сирии это необходимо. Я не хочу пугать тебя. Тогда зачем пугаешь? Самое главное сейчас, чтобы ты вела себя спокойно. Нормально. Возможно, Мартину дали допинг. Возможно, его гены были изменены. Да, ли допинг? Ребенку? Гены изменены? Кто-то приглашает меня в оперу. Какую оперу? Это запутанная история, но я обещаю, что все будет в порядке. Ты уверен, что это была хорошая идея привезти его сюда? Он работает где-то там. Он старый друг. Он все скажет через пять минут. Откуда? Ты знаешь. Мы иногда пьем пиво вместе. Ему можно доверять. Ты разве не помнишь его со школы? А, это тот парень, который выпустил тебя из туалета для девочек? Нет, это я сломал дверь. Конечно, конечно. Почему ты все время вспоминаешь эту старую историю? Привет, фрилансер, медиа-консультант, снова с вами. Я ужасно выгляжу, на меня не смотрите. Итак. О, вы что-то тут меняете? Нет, я уже закончил. Нет. Давайте покурим. Подожди, какие операции? Кибератака. Коды были временно изъяты на расстоянии. Подожди. Как далеко отсюда? Что это значит? Если бы у твоей жены были пробы там, то бьюсья заклад, кто-нибудь бы пришел в них плюнуть. Что нам теперь делать? Замени всю систему. Старая в любом случае, как морковка в женском монастыре. Используется всеми. Мне сказать ей об этом. Говори, что хочешь. Но меня здесь не было. Нет, конечно, не волнуйся. Там одна странная вещь. Ты ведь знаешь, что обычно все провода ведут к какому-нибудь ящику. И некоторые из проводов привели к нам. Ты слышишь? Да. Ну, есть один знакомый метод для такого случая. Около года назад одну компанию и обчистили таким же образом. Это был промышленный шпионаж. Мы изучали его какое-то время. И? Твою женщину поимели точно так же. Мы обнаружили зацепку, но был дан стоп-сигнал сверху. Черт, мужик, если ты кому-нибудь об этом расскажешь, то тогда... Добрость, я никогда не стучал ни на кого. Уровень кислорода в альпийском доме понижен. Поэтому производится больше эритропоэтина. Из-за эритропоэтина костный мозг производит больше эритроцитов. Я знаю эту историю, я изучал ее. Чем больше эритроцитов, тем лучше работа организма. Увеличивается выносливость мышц, так как они получают больше кислорода. Анжела ждет ребенка. Ее терапевт считает, что у ее ребенка врожденная полицитемия. Гиперемия. Слишком много эритроцитов. Я кое-что знаю об этом. Одна компания продает диагностическое оборудование. И эта компания... Какая компания? Фрайхольц Биотех. Она филиал какой-то другой большой компании. Но у них есть лаборатория в Финляндии и генетическая компания Генекодекс. Последняя была замешана в скандале в Брюсселе. Я знаю, лоббисты для европейского парламента пытались протолкнуть какой-то закон. Позволяющий сканировать гены. Генетические банки, что-то такое. Затем стали появляться жалобы, что этот Генекодекс продал некоторые данные для каких-то тестов. Генекодекс. Здравствуй, ты уже внизу? Ой, я иду, иду уже. Да, увидимся внизу. Вы к нам? Я писатель. Я хотел встретиться с кем-нибудь в издательстве. Я фрилансер-писатель. А, это Сириус. Вам вон туда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Где ты? Возьми трубку! Страхование Фрайхольц. Здравствуйте, я звоню из больницы Кярдла, доктор Рейну. Эти документы я говорю с одним и тем же человеком. Мы перезвоним вам. Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер. Компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xBet прямо сейчас. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Биомедикум. Очень важно знать, что когда слишком много глюкозы, уровень циклического аденозинмонофосфата низкий. И мало белков-активаторов катаболитных генов. Как следствие, РНК полимераза не будет присоединяться должным образом к области продвижения гена. И необходимые белки для метаболизма лактозы. Не будут вырабатываться. Если этот идиот из Киадла позвонит еще раз, ты не будешь соединять меня с ним, поняла? Да, я поняла. У нас посетитель внизу. Где ты? Здесь, здесь я, здесь. Переведи его наверх, и можешь идти. Ты не понадобишься больше сегодня. Снова вы. Что вы здесь делаете? Ничего. Вы что, были у нас? Нет, я был в издательстве. Что такое? Что вы здесь разнюхиваете? Кто это был? Я не знаю. Какой ты писатель? Там издательство дальше по коридору. Писатель? Позвони в охрану. Сейчас же. Что за чертов писатель? Допинг — это яд. На самом деле, все яд. Парацельс говорил, что даже вода — яд. Он был прав, в принципе. Мне больше интересно настоящее время. Ни в коем случае. Честно говоря, допинг такой же старый, как спорт. В античные времена они говорили, нет смысла в спорте без допинга. Это была честная игра, потому что всем разрешалось есть грибы. И те ягоды. Гладиаторы использовали стрихнин. Но это яд. Я тебе говорю, это яд. Все яд. Они потерпели крах с античной Олимпиадой, потому что все, что использовали, никто не собирался бежать или поднимать железо без стимуляторов. Тем не менее, сегодня мы продолжаем говорить «честная игра», «честная игра», «бла-бла-бла». Спорт мирового класса заставляет организм человека испытывать максимальные стрессовые нагрузки. Спорт очень вреден. Организм против такого радикального обращения с собой. Просто посмотрите на них после финиша. Красные лица, выпученные глаза, трясутся. Слюна течет, обморочное состояние. Мозг сопротивляется всем сигналам повреждения тканей. Гормоны роста? Конечно, это помогает. Но не так просто, что ты вводишь его себе в задницу и все. И побежал, как тот кролик. В той батарейке? Да, с красными ушами. В любом случае, синтетический гормон роста нужно вводить четко до тренировки. Он улучшает мускулатуру и помогает быстрее восстанавливаться. Мы больше не можем откорректировать интенсивность тренировок. Сейчас главное — восстановление. Организм человека очень сложный. Я думаю, что это самый сложный биологический механизм на Земле. Что вы здесь видите? Мышь и мышь без шерсти. Чип и Дейл. На самом деле, это обе мыши. Дейл здесь большой мальчик. Привет. Ты супер-мышь? На самом деле, они братья. Двойняшки. Из того же помета. Но Дейл получил ген, который отключает миостатин. Это тот ген, который мешает росту мышц. Генный допинг? У меня вопрос. Где заканчивается, собственно, терапия и начинается допинг? Генные технологии могут лечить людей и порождать, так сказать, спортсменов. Генная терапия помогает в лечении полиомиелита и увечий. Терапевтический ген вводит в плитку человека, направляя его на определенный вирус. Этот ген заменяет отсутствующий или поврежденный ген. Как насчет такого лечения? Оно разрешено? В сложных случаях — да. Фактические результаты неизвестны. Технологии не ушли так далеко. Но генный допинг? Никто не знает. Нет доказанных фактов. Пока нет. Алло. Привет. Мне нужно что? Знаешь, это называется любовь. Я скоро буду там. Мне нужно идти, дорогая. Это опять была эта трейну? Не беспокойся. А что, если я ревную? Нет, это глупо. Нет, это было. Работает. Хороший раз. Работает. Работает. Это все. Понятно. Продолжение следует... Генный допинг можно оследить только сразу после инъекции. И не всегда в каком-то определенном органе. Но по всему телу. Где его искать? Вы должны взять образец ткани, но для этого... Как это сделать? Вы же не можете оторвать кусок чего-то тела для осмотра. Белок, который кто-то получает в результате генного допинга, не отличается от того белка, который производит наше тело. Если он обнаружен, это не означает еще, что допинг был использован. Я не понимаю. Приятель, вы посещали школу? Уроки биологии. Какие у тебя были оценки? Отлично, по всем. Кроме трудов. Труд и отстой. Тогда вы должны понять, о чем я. Что это? Кровь Анжелы. Кровь Ангела. Я хочу, чтобы вы исследовали ее. Я мог бы попробовать. На самом деле, у нас есть новый тест. Но это неофициально. Мне неинтересно официально. Я хочу знать, сделали ли они с ней что-то. Может ли генный допинг вызывать какие-либо побочные эффекты? Вызывает ли он болезни? Рак или что-нибудь еще? О чем мы здесь говорим? Не существует одного спортивного гена. Есть 187 различных генов, которые повышают выносливость. Проблема в том, что этот ген должен проявиться сразу после инъекции. Он должен начать работать. Это как рецепт, который тело использует, чтобы производить белки. Теперь я понимаю. Он должен проявиться, начать работу, включиться. Видите? Работает. Есть 30 тысяч генов. И им не нужно работать сразу всем вместе. Каждая клетка содержит 3 миллиарда нуклеотидов длинной ДНК спирали. Из которых 5% являются генами. Остальное просто мусор ДНК. На эстонском, пожалуйста. Представьте себе пианино. На клавиатуре много клавиш. Но вы не играете на них всех сразу, иначе будет какофония. Допустим, определенная мелодия есть у вас в голове. Чтобы выявить эту мелодию, вы должны нажимать на определенные клавиши. Это зависит от того, что мы вводим в организм. Чтобы процессы функционировали, организму нужны конкретные гены. И синтез белка. Именно. Очень трудно контролировать процесс включения гена. Если что-то включится неверно, баланс будет нарушен. Что может тогда случиться? Все. Если гена не работает должным образом, результат непредсказуем. Ваше будущее непредсказуемо. Это как лотерея. Может произойти все, что угодно. Рак, проблемы со зрением. Определенно. Побочные эффекты генного допинга непредсказуемы. Рак, аномальное развитие органов, смерть. Потому что этот допинг препятствует нормальному функционированию организма. Но они его все равно применяют. Он не срабатывает каждый раз так, как надо. Мы вводим вирус в клетку, и случайно включается ген, который обычно должен подавлять ген, вызывающий рак. Мы не можем в любом случае знать наверняка. Гены, гормоны, росты говорят клеткам делиться. Но если они попадают не в ту клетку, распространение не контролируется. Генни, допинг где-то производят? Это возможно? Да. Его уже производят. Это уже следующая ступень в допинге. Но доказательств этого нет. Я знаю несколько ученых, к которым поступили такие предложения. Большие деньги крутятся в этой сфере. Но в лаборатории офицерной этим нельзя заниматься. Конечно, нет. Этим занимаются в лабораториях некоторых частных компаний. Производство генного допинга в каком-нибудь подвале – это опасно. Возможно ли использование генного допинга на детях? В Эстонии. В принципе, да. Любой терапевт может заниматься этим. Тет и васк. Тет и васк. Допинговый авторитет Тет. Допинг Тет. Понятно? Да, я понял. Около 10 лет назад было исследование одного молодого ученого, который исследовал уровень красных кровяных телец в крови молодых спортсменов. В течение года их количество у некоторых спортсменов подскочило. Логического объяснения этому нет. Ученый начал изучать это. И разговаривать с другими об этом. И он поговорил с Иваском. И что случилось? Что случилось? Его побили. В смысле? Впрямо? Он получил удар в лицо. И его били по ребрам. Когда он направлялся домой с документами в ее внутреннем кармане? Кто это были? Я не знаю. Я не обникал во все это. Тебя всегда любят, когда ты выполняешь мужские обязанности. Мне не нравятся твои шутки. Есть кое-что, что не дают мне покоя. Я все время об этом думаю. Сандер становится свидетелем того, как туулики похищают, и она снимает это на видео. Что она делает с этим видео? Кому она его посылает? Есть одна идея, но это... Да, кому она его посылает? Ой, ничего, это невозможно. Вы хотели доказательств? Вот они. Черт, я бы сам их придушил. Вы хотели знать, почему они это делают? Это жестоко, но блестяще. Но они не могли бы этим заниматься без политической поддержки. Олимпийский фонд, партия? Они бы не пошли так далеко. Вы не знаете местных обстоятельств. Мне нужно на прием в министерство. Ох, ну ты успеешь. Мне нужно переодеться. Олимпийский фонд, партия, 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 партия. Дом черноголовых. Многоуважаемый президент, позвольте мне вручить вам награду «Друг спорта года». Благодарю. Как фольклорист, я могу сказать вам, что спорт в Эстонии существовался. Я особо не торопился. С чего начинаем? Этот наш банк, который использовался для Олимпийского фонда, его будут проверять аудиторы из-за границы. В связи с допинг-контролем. Твоя работа решить этот вопрос. Эвелин, подожди секунду. Иваск мертв в Финляндии. Самоубийство. Это было в новостях. Самоубийство? Ты же не веришь в это. Ну почему нет? Рину возьмёт несколько проб у Анжелы. Это тоже твоя работа. Ты понял? Это кризис. Роберт считает, что пробы Анжелы покажут что-то плохое, и это будет катастрофой. Если эти аудиторы что-нибудь найдут, то... Почему в этой пробе должны что-то найти после стольких месяцев? Подумай об этом. Я не знаю. Почему Роберт даёт добро на это? Подумай. Прошу прощения, могу я украсть моего медиа-консультанта? Я обещаю, что мы не будем танцевать. Там что-то происходит, какие-то намёки, волнения. И как этот Роберт? Ты можешь себе представить? Он оскорбил меня сегодня, прямо перед парламентом. Тон, у него острый язык. Да. Я знаю все его методы. Я также знаю, что ты не его парень. Ты его не знаешь. Он тот, кто управляет правительством. Такие люди, как он, не избираются. Люди не хотят их. Маленькие люди, обычные работяги. Роберт, не исключение. Нет кабинетов без задних комнат. Кстати, спроси Роберта, хорошо ли он проверил свой кабинет, прежде чем передал его мне. Он везде всё проверил. Между ящиками стола и... Потрясающая речь. Благодарю. Этому я учусь у вас. Здравствуйте, господин Кют. Как вы? Нормально. Работаем. Хорошо. Успехов вам. Кстати, вы носите перчатки? Если быть честным, то нет. Ну, носите их. Вы навестили свою мать? Да. Это хорошо. Хорошо. Вы двое знаете друг друга? Немного. Какая ведьма. Улыбается и такая вся сладкая, но глаза холодные, как лёд. Как у снежной королевы. Ты говори на лечиках. Это копии. Министр делал заметки. Если он снова будет командовать... Мне может быть интересно, что премьер знает о такой вещи, как генный допинг. Ну, увидимся. Банковское дело не понять простой крестьянской логикой. Деньги должны двигаться. Это международный аудит. Они не используют крестьянскую логику. Почему я не могу дозвониться до нашего ковбоя? Потому что он продолжает менять сим-карты. Это паранойя какая-то. Думаешь, что его прослушают? Ну, это так. А ты как думала? Роберт, он не верит в то, что Иваск совершил суицид. Почему? Кто прослушивает его? А Анжела? Почему новая проба? Она же ничего не покажет. Почему, почему, почему? Почему мы не показываем всем, что в наших ангарах? Почему мы не показываем всем то, что мы храним здесь, в архивах парламента? Почему ее нельзя увидеть? Ей нужно прятаться. Привет, это я. Мы ждали тебя. Лови, лови. Это займет больше времени. Рыба все еще в духовке. Похоже, ты идешь на бал. В оперу меня пригласили. Я не смогу здесь с вами долго сидеть. Так. Ну, что вы тут флиртуете? Он такой хмурый в последнее время. Слушай, Паули. У меня рыба в духовке. Ты ходил в издательство сегодня? Да, но там никого не было. С тобой все в порядке? Ты действительно выглядишь странно? Там какой-то вирус. Оставь его. Ну, давайте выпьем за твое... За наше здоровье. За то, чтобы у тебя все было хорошо. Паули, дорогой, думаю, у меня есть время только для салата, потому что моя девушка ждет меня в опере. Она будет готова через минуту. Готово. Поехали, миша. Поехали! 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 Тот, кто разгревает провидорственный хаос. Посредник. Медиасоветник. Манипулятор, связи с общественностью. Мне нужна ваша помощь. Я до сих пор не понимаю, что здесь происходит. У меня есть образец крови Анжелы и неофициальные доказательства того, что это генный деп. Он применяется на эстонских детях многие годы. Теперь они убираются. Мне нужно, чтобы вы обнаружили это всё. Здравствуйте. Я так понимаю, что здесь пришли за ним. Благодарю вас. Доброе утро. Это срочно, очень срочно. Мартин послал меня. Меня зовут Кароль, он вам еще не сказал? Нет, он сказал, что пошлет мужчину охранять его. Сегодня женщины выполняют мужские дела, но мы должны забрать его отсюда и поскорее. Что? Успокойтесь. Мартин все устроил. У меня транспорт внизу. Вы идете со мной? Что? С вами? Да, да, конечно, конечно. Куда вы собираетесь его отвезти? Безопасное место. Но нам нужно поспешить. Конец четвертой серии. Переведено и озвучено студией Virus Project. Перевод Анна К. Звукорежиссер Александр Юхно. Роли озвучивали Полина Касаткина и Владислав Данилов. 2018 год. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»